Всем привет! Вы на канале Усерта Бьюти, а это канал честных обзоров и полезных советов. И с вами я, Сирта, а тема нашего ролика – уход за волосами в пустышке. Начну со своего любимого продукта. Это у нас сухие шампуни для блондинок, здесь для брюнеток. Что могу сказать сначала для блондинок? Вот для блондинок пользуется моя мама, у меня блондинка, и она отзывается о нем, что ей безумно не нравится его аромат, она говорит, что это ужасно, неприятно и так далее. Я не знаю, я когда-то пользовалась для блондинок, когда для брюнеток еще не было, мне все нравилось. Ну, сколько людей, столько и вкусов, но она говорит, что для брюнеток совершенно другой аромат. Мне нравится для брюнеток, я им пользуюсь, он не оставляет никакого белого следа или следа. Особенно, когда вот опять-таки начался у меня университет, времени уже мало, не так много, чтобы пойти нормально, помыть голову. Иногда бывает уже не успеваешь, быстро побрызгал, все потер и пошел чистой головой на свое занятие, получать знания. Хватает мне его надолго, я его не каждый день пользуюсь, где-то может быть на 2,5 месяца может хватить. Помню, в зимнее время чаще пользовалась, в зимнее время быстрее уходила, но сейчас на 2,5 месяца хватает. Хорошие, советую. Этот не знаю, почему моей маме не нравится, мне в принципе аромат нравится, ну, как знает. Раз мы заговорили о моей маме, давайте я вам покажу вот как раз-таки этой серии для блондинок шампунь и бальзам. Это у нас Total Color защита цвета. Что они делают? Защищают цвет. Если вы красите ваши волосы и замечаете, что при каждом использовании шампуня, бальзамов, что ваш цвет куда-то смывается, убегает от вас, вот хорошее решение. В состав этих шампуней входит цистеин. Цистеин создает такую пленку на волосах, которая держит цвет вашей краски и не дает ей смыться. Также они питают, укрепляют ваши волосы. Прекрасно. Вам уже в который раз их обновляют, очень любят, используют их вместе, но она делает такую вещь, когда уже близко к новому покрашиванию, так скажем, да, что скоро она снова покрасит волосы, она перестает им пользоваться, начинает пользоваться. В общем, я сейчас покажу другими бальзамами, больше питательные, уже не для цвета, а этими в основном, когда вот только покрасила волосы, чтобы намного дольше краска держалась. Вот такой вот лак у меня закончился для волос, прелесть, его можно найти в любом супермаркете. Ну, хороший лак, в принципе, что надо, то делал. Я лаками особо не пользуюсь, в основном вот мне не нужны были для выступлений, когда нужно было полностью собрать волосы и так залезать их вот назад. Ну, вот он закончился, я его заменила. Я его заменила на уже вот такой вот лак для волос от Фаберлик. Они очень похожи по действию, так же держат, так же, такая же стальная фиксация у них. О, сейчас покажу раритет. И это был когда-то спрей блеск для волос. Это было что-то с чем-то, я его так любила, я его так экономила, что я его настолько растянула. Сейчас его больше не производят, нет его в каталоге, я о нем вкратце расскажу. Мало того, что он там как бы чуть-чуть как фиксацию тоже делал, он был с золотыми блестками. Так, вроде, брызгаешь, ну, не видно, но именно на волосах. И волосы так блестели, это было так красиво. Но его почему-то перестали производить, к сожалению. Хотя он очень классный был. Дальше, что у нас для осветленных волос есть. Это тоже вот такой вот, вот такая маска была, если говорить на русском языке. Такая маска была у нас от Эксперт. Эта маска что делала? Она тоже закрепляла цвет. И мало того, что она закрепляла цвет, там было просто ультра-мега питание для осветленных волос. Потому что именно осветленные волосы бывают зачастую ломки. Иногда бывают люди резко решают, что сегодня я брюнет, завтра я блондин. И они таким образом повреждают свои волосы до такой степени, что они могут просто отвалиться, сломаться. Поэтому нужно ультра-мега питание для таких волос. Вот у меня что еще есть из серии для осветленных волос. Это у нас тоже блонд-айкон. Сейчас я ее открою, покажу. Это тоже для осветленных, ослабленных волос. Вот такая вот сыворотка она у нас здесь была. Вот, 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 для осветленных волос. И сейчас-то очень удобно, когда вот такой вот флакончик для волос средства используются. У меня, например, тоже есть одна сыворотка для поврежденных волос. И такой именно стоппер, он не очень много дает продукта. И как раз-таки тебе достаточно этого продукта, чтобы распределить по какой-то отделенной прядке. Это иногда бывает, нажмешь, там все общие тупылицы. Неудобно так будет. Также вот такая краска есть чудесный салон K.A.S.E.L.C.A.L.R. Каждый раз я ее нахваливаю. И вот именно при этом составе я не перестану ее нахваливать. Потому что, во-первых, очень удобный формат. Не нужна никакая ни кисушка, мясушка, ни тарелочка для того, чтобы размешивать все. Здесь есть такая бутылочка. Ты в эту бутылочку переливаешь краску. Все там перемешиваешь. И аккуратненько там вот такой у тебя кончик. Вот такой вот такой вот аккуратненько. И все. И так удобно. Ничего не выливается. Не перебарщиваешь. Уже кисточкой, куда надо, тебе там разносишь. Также здесь еще даются кс. Вот она у нас. Если вы там, допустим, чего-то не знаете, можно все прочесть. Все написано на русском языке. Все будет понятно. Также здесь еще в наборе даются перчатки. Они идут в пакетики. Ну, я в последнее время, точнее, я уже месяца 3-4, я не использую перчатки, когда крашу маму. Они мне не нужны просто. Напросто у меня после этой краски с руками ничего не происходит. Я даже уже, когда заканчиваю полностью красить под конец, я полностью делаю маме массаж головы руками. И у меня уроки, как видите, живы-здоровы. Не дает желтизны. Самое главное, не дает желтизны. Вот какой цвет вы получаете, такой цвет у вас будет до конца. У меня раньше была ботаника, ботаника давала желтизну. Эта краска не дает желтизны. Цвет у нас был 9-0-1. Кстати, у каждого цвета свой артикул. Дальше, как раз таки тоже для поврежденных волос у меня есть такой вот эликсирчик. Точнее, он был. У него был потрясающий аромат, такой как жвачки, очень приятный. Он тоже в таком же тюбике, который я говорил, очень удобно использовать. Но именно у него была такая консистенция, больше масляная. И нужно было более аккуратно с ней, чтобы она не утекла и не убежала из рук. И масляная, чтобы руки тоже приходилось мыть очень тщательно, чтобы масла не оставалось. Но зато на волосах. И, кстати, предупрежу, что вот я сделала как-то раз. И если вы хотите использовать это масло, нужно быть, ну, желательно не в той одежде, в которой вы пойдете. Потому что масло все-таки есть масло. И оно, когда попадает на одежду, оставляет такие жирные следы. Поэтому лучше сделать это в домашней одежде, подождать, пока впитается в ваши волосы это масло, впитываться оно довольно-таки быстро. И потом уже переодеваться в уличную одежду. Очень нравился от него эффект. Она еще тому же, она склеивает ваши секущиеся кончики. И благодаря чему ваши волосы перестают сечься. Оздоравливаются, оживляются и появляется здоровый блеск. Какое средство, вы сейчас удивитесь, я как-то влюбилась. Это средство для бороды. И да, вы не ослышались, для бороды. Я в него просто влюбилась. Не потому что у меня борода красивая и длинная, а потому что я люблю использовать его для своих волос. Вот такой вот тюбик абсолютно мне не понравился. Насчет использования он неудобный. Ну, я умный человек из-за того, что само средство, оно жидкое. Очень жидкое. Несмотря на то, что он в таком тюбике, оно довольно-таки жидкое. Я его перелила в такую копочку. Ну, вот наподобие вот такой вот, да, как она была? Вот такой. Наподобие такой копочки я перелила это средство туда. И таким образом использую на волосы. Его не советую использовать сюда, вот именно на ваш рядочек, потому что он не масляный, не жирный. Но когда я сделала его и сюда тоже, немножко мои волосы уже выглядели жирными, как будто я их снимала. Поэтому я не советую это сюда использовать. А вот на сами кончики ваших волос очень советую, смягчает. Также, если вот где-то ваши волосы некрасиво закушились, можно аккуратненько это все вот так пригладить, как-то уложить. И он очень красиво, хорошо выглядит и здорово, что самое главное. Очень хорошо питает и увлажняет ваши волосы. Теперь пойдем по Эксперт Парма серии. Это у нас такая, как лечебная серия. Вот у нас закончилось два концентрата против выпадения волос. Они как и для мужчин, так и для женщин. Ими пользуется в основном моя мама. Здесь внутри... Нет, нет, сейчас. Здесь внутри есть ампулы. Каждую ампулу, когда вы при использовании, вы вскрываете ее, наносите на ваши корни волос, стираете именно в саму голову, укрепляется таким образом ваши волосы и сокращаете выпадение. К тому же, если вы хотите просто как профилактику использовать, ну там раз в неделю можете использовать, ну раз в две недели, когда вспомните. А если вы хотите пройти именно прям такой курс лечения, то там нужно каждый день использовать по одной ампуле, вечером, ну все это втирать в вашу голову, чтобы все наладилось. И из этой же серии закончился шампунь-активатор. Пожалуйста, слойкузируйте камеру. Вот он у нас. Шампунь-активатор для густоты волос. В принципе, если их использовать в комплексе, со всеми остальными средствами против выпадения волос, то эффект намного более очевиден. Также его нужно нанести на волосы и подождать какое-то время. Допустим, не так, как вы обычный шампунь наносите, помылили и смыли. А этот шампунь нужно нанести на две минуты. И подержать его хорошенько, чтобы все у вас впиталось в ваши волосы. А потом уже смывать. Сейчас у нас пойдут шампуни. Хочу сразу вам сказать, что эти шампуни закончились не в один день. Ну, скажите, ого, ничего себе, что в день и ночь можно только и делать, что моют голову. Нет. Эти шампуни у меня еще. Я летом их открывала, ну, в начале осени открывала. Допустим, в бассейн ходила тоже. В бассейне я довольно часто мою голову. Потому что после каждого выхода из бассейна я, допустим, нет такого, чтобы я не помыла голову. Потому что хлорка все-таки касается волос, даже через шапочку она туда попадает. И я не хочу, чтобы мои волосы испортились потом после хлорки. И я всегда мою голову с бальзамом, шампунем, с масками. Ну и давайте пойдем в своего любимого шампуня. Это шампунь Carly Icon. У нас есть серия Plont Icon, а это у нас Carly Icon. Для кудрявых волос. Ей я пользуюсь довольно-таки редко, так как мне эффект нравится больше от других шампуней. Несмотря на то, что это специально для моих волос. Но когда я им пользуюсь, я прям кайфую. Во-первых, опять-таки, он пахнет у нас прям жвачкой, таким баблгамом. Плюс в его состав входит пыль кварца. На самом деле, когда его выдавливаешь, сейчас, к сожалению, я не смогу вам показать. Но у него цвет, во-первых, он такой густой и концентрированный, что вот, хотела добавить. И он еще такого перламутрового цвета, очень интересного. Также в его серии еще есть бальзам для кудрявых волос, а также есть такой гель для укладки кудрявых волос. Этой серией я все же чаще пользовалась, когда у меня были длинные волосы. Потому что длинные волосы, они, когда волосы отрастают до кудряшки, они уже начинают менее завиваться, больше сеешься и так далее. Поэтому приходится больше за ними ухаживать, именно как за кудрявыми волосами. А когда волосы кудрявые, короткие, как-то полегче. Вот просто я сейчас, у меня нет никаких дополнительных средств на голове. Я помыла сегодня голову шампунем от перхоти и сделала бальзам из серии Ботаника. Все. Да все, что я сделала сегодня для волос. И волосы выглядят очень даже неплохо. Но все же длинные волосы требуют намного большого кода. Вот такой еще шампунь-бальзам. Он у меня закончился зачастую, когда я, допустим, торопилась в универ в прошлом году. Это даже, по-моему, у меня с весны этот шампунь у меня с весны еще. Я его использовала, когда мне нужно было прямо перед выходом помыть голову. Я им быстро мыла голову, потому что уже на бальзам не было времени. И убегала. У него вот такой простой аромат. Самый шампунь тоже такой, ну, незавурядный. Просто, ну, моет хорошо голову. Ничего такого особенного он не делает. Вот он с пионом. Очень-очень нежный, простой аромат у него. Ну, в принципе, неплохой был. И вот такой же шампунь, тоже шампунь-бальзам. Опять-таки, это у нас какая серия? Это серия у нас Lovely Moments. Я его тоже редко использовала, в основном, когда бежала. Но вот именно этим шампунем я пересушила себе волосы. Именно данный шампунь-бальзам требует дополнительно бальзама. Если его использовать без бальзама, он пересушит вам волосы. Вот я говорю сразу. Запах у него был такой, как печенечками, ягодками. Очень приятный. Также из серии Icon я хотела показать вам вот такой вот. Есть шампунь и бальзам Blonde Icon. Давайте посмотрим консистенцию. Вообще, шампунь и блонд Icon и Carly Icon, которые я похожу, покажу. Они довольно-таки густые. Вы просто посмотрите на его цвет. На секундочку. На секундочку. Красота. Он еще и перламутровый. Пахнет очень интересно. Даже сложно описать какими-то цветочками, фиалками, пионами. Carly Icon пахнет жвачкой, а этот по-другому пахнет. Также в этой серии есть бальзам. Сейчас мы его тоже посмотрим. А он у нас такой голубоватый. Тоже, я не знаю, камера передает. Он не чисто белый, он голубоватый. Пахнет по-другому, чуть более ярко. И какой-то даже конфеты тоже. Также у меня закончились и серии ботаники. Вот такие вот два бальзама. Сейчас я покажу вам их. Они мне настолько нравятся, что я их до последней, не знаю, капельки вымазала. Вот они у нас. Вот это лен и масло зародышей пшеницы. А это у нас прополис и шиповник. Мне больше понравился именно для кудрявых волос прополис и шиповник, так как он не разрушает структуру кудряшки. И наоборот, из-за того, что кудряшки страдают в основном сухостью, он придает мне такого блеска и наоборот как-то увлажняет волосы. А вот лен и масло пшеницы, а вот лен и пшеница, он мне наоборот, он мне не сушит, нет. Он выпрямляет мои кудряшки, делает их более прямыми, более послушными. Легко расчесывать становится. Несмотря на то, что это объем и густота. А вот маме объем и густоту делает, у нее прямые волосы, а вот для кудряшек наоборот распрямляет. Вот интересно. Вот еще у меня из серии Ботаника вот такой вот шампунь. Вы просто посмотрите, какой это гигант. Это мой любимый аромат. У нас корень солодкий и чистотел. Это мой любимый аромат. Потому что вот именно шампунь и Ботаника, они остаются на волосах. Именно аромат, он остается на волосах. И когда вот я вот так просто поворачиваю голову, я чувствую такой шлейф от своих волос. Так приятно. Сейчас мы его с вами посмотрим. Вы просто посмотрите, у него прозрачная консистенция. Он не концентрированный, но его в принципе небольшого количества, даже вот это чуть... Этого даже много. Небольшого количества хватает, чтобы хорошо помыть голову. А вот Блонд Айкон и Карли Айкон, их вообще вот такой вот капелюшечки хватает просто на всю голову. Становится вот столько пены. Они супер-мега просто невероятно концентрированные. Ну и что же это за ролик, если в конце него не будет чая? Я не понимаю. И вот у нас чай. Опять-таки у нас яблоко и солодка. С кормом солодким. Покажу вам пакетики из него. Это из наших запасиков все это дело. Такие вот пакетики. Могу даже вам раскрыть его. К сожалению, сейчас, как я понимаю, для Азербайджана на сайте нет чая. Я не знаю, может быть, в России все еще есть. Вот фаберлички из России. Напишите, пожалуйста, у вас есть чай? Потому что у нас на сайте, я смотрю, вообще никакого чая нет. Раньше было много видов, 4-5 чаев. Вот чаев, если так можно сказать. Потом стало два чая, всего лишь яблоко и вот ромашка. А сейчас я посмотрела вообще никаких. Поэтому приходится пока что обходиться за пасиками. Вот он у нас, в принципе, как сейчий. И обыченький такой вот. Даже отсюда как приятно пахнет. Очень приятно ванилькой такой. Также хочу вам напомнить о 20% скидке для всех новичков, которые регистрируются в Фаберлик. А также свою реферальную ссылку я обязательно оставлю в описании. Так что заходим, регистрируемся, подвезуемся, ставим лайкосы. Ну а я с вами не прощаюсь. Я вас целую и обнимаю. Прошу вас лишь подписаться на мой канал. Сделать кнопочку вот такого вот цвета. Пока-пока! Вот такая вот сыворотка была. Ой, блядь, мама. Дубль-два.